Всем привет, мои хорошие! С добрым утром! Кто смотрит меня утром, а это большинство, мы с вами сегодня снимаем гладильный влог. Это гениальный, хитрый формат видео, когда можно не выставлять красивую картинку, главное сидеть, гладить, то есть выполнять домашние дела, еще и видео снимать. И это такой формат, где я отвечаю на вопросы, на какие-то темы рассуждаю, такой формат, как будто я уже дофига видео сняла, нет, у меня только второе видео. После первого гладильного влога, как вы думаете, что мне бабушка сказала? Думаете, что это по содержанию видео? Нет, она мне сказала, Ксюша, ты неправильно гладишь, и все рассказала по пунктам, где я неправильно глажу. Поэтому сегодня гладильная доска не в кадре, чтобы бабушка потом не спалила, что у меня не так. Я помню, у меня был вопрос, по-моему, в инстаграме от подписчицы, она у меня спросила про мою девичью фамилию, меняла ли я фамилию, когда выходила замуж, какая у меня девичья фамилия, ну вот такие вопросы. Значит, отвечаю, скрывать мне нечего, у меня девичья фамилия Данильчук, сейчас у меня фамилия Цибульникова, то есть, да, какие-то украинские мотивы прослеживаются, что в первом, что во втором, что во втором случае. Значит, легко ли я поменяла фамилию? Да, более того, когда я поменяла фамилию, я думала, что я буду долго привыкать, знаете, что я там буду по привычке писать свою старую фамилию или что-то, но нет, я привыкла мгновенно просто, мне было очень комфортно. Это было ощущение, как ты на вечеринке в красивых туфлях, а потом в какой-то момент, когда уже танцы начинаются, все подвыпили и всем все равно в каких-то туфлях, ты надеваешь удобные балетки. Вот у меня смена фамилии, это были удобные балетки, как будто я всю жизнь была Цибульникова и мне очень комфортно с моей фамилией. Тем более, я всегда хотела фамилию, которая будет заканчиваться на Ова-Ева, то есть, ну, какую-то, ну, явно, что я, короче, девочка. И у меня даже был конфликт с педагогом, с моим, который, педагог, вел экономику, по-моему, экономика в здравоохранении, что-то такое, как-то так называлась дисциплина, и мне, я подписала самостоятельную работу новой фамилией, которая у меня уже была по паспорту, то есть, все, паспорт получен, и она такая, говорит, не поняла, это кто, ну, когда проверяла работы, я говорю, это я. И она мне, ты что, нормальной фамилией не можешь подписываться? И меня эти слова зацепили, и я прям с ней повздорила на тему того, что, что значит нормальная, ненормальная, как бы, да, алло. Вот, ну, я уже была на последнем курсе, и диплом я писала на другой кафедре, поэтому я могла там умничать. Поэтому я свою фамилию нынешнюю люблю, обожаю, и она мне пришлась прям в пору. Тоже был вопрос, я на него, по-моему, уже где-то отвечала, но отвечу еще раз, есть ли у меня степень, если есть, как я ее защитила, когда и так далее. Все просто, степени у меня нет, но очень хочется. Я бы, конечно, хотела, я знаю, что я легко бы написала диссертацию, защитила бы минимумы, это вообще для меня не проблема. Я уверена, при наличии времени, но тут есть фактор финансов. Кто сейчас с этим сталкивался, те знают, что это очень в наше время дорого. Поэтому, ну, вы можете сказать, иди соискателем, там, бла-бла-бла, но, ребят, давайте смотреть правде в лицо. Это все, как бы, ну, в нынешний момент финансовый, и вообще, как бы, на этом этапе нашей семьи мы просто себе это позволить не можем, и это мне ничего не даст, потому что я не уверена, что дальнейшая моя судьба будет связана именно с медициной. Не знаю, очень сейчас в этом сомневаюсь. Теперь пойдем по вопросам из контакта. Алина Тихая спрашивает, помнишь ли ты своего первого подписчика, и какие эмоции испытала, когда увидела, что на тебя начали подписываться? Да. Рассказываю. Кстати, извиняюсь за желтый свет, у меня стоит один софтбокс, мы так и не научились ими пользоваться, поэтому, как бы, привыкайте. Пока мы с Ильей не научимся, у вас будет некрасивая картинка. Хотя половина из вас на меня не смотрят, половина из вас сейчас красят ногти или, там, не знаю, кофе себе заваривают. Так вот, первый подписчик. Что-то мне подсказывает, что это был Илья. Я так думаю. Точно не помню прям первого подписчика. Так звучит, знаете, как первый мужчина, да, первый подписчик. Нет, ну, не помню первого, но я помню, да, момент, когда на меня начали подписываться. Я помню, как я радовалась, когда у меня было 100 подписчиков. Это для меня прям был праздник, если честно. Потому что 100 человек, 100 поверили, что меня можно смотреть. И из них моих друзей было не так много. Но я вам хочу сказать так. Те друзья, кто меня реально смотрит, кто, там, раз на раз не приходится комментирует, или кто мне в реальной жизни там что-то говорит, и я понимаю, что человек смотрит мои видео, конечно, я к ним более лояльна, я их люблю больше, чем те, кто меня не смотрит. Вот тут все просто. Да, это, не знаю, может быть, некрасиво, но мне нравится, что человек разделяет мои увлечения и смотрит, и вообще. Что я почувствовала, когда на меня начали подписываться? Радость. И сейчас, например, у меня странное чувство ответственности меня захлестывает, потому что я понимаю, что я уже не могу говорить какие-то вещи, которые бы хотела. Например, я знаю, что меня смотрят дети. Дети подписчиков и вообще девчонки, которые школьницы. И я уже не могу сказать то, что я хотела бы сказать, потому что я понимаю, что люди почему-то моим словам доверяют. И это ужасно. Ребята, думайте своей головой вообще. Нет, я вообще нет. Нет, я не тот человек, который надо слушать. Слушайте всегда тех, кто живет так, как вы хотите. То есть, если человек богат, успешен, знаменит и так далее, его советам стоит внимать. А советам блогера Ксюши, причем такого, знаете, блогера. Я сейчас не могу говорить то, что я бы хотела говорить. Но ничего, посмотрим. Следующий вопрос. А, тоже Алина тихая, интересно. Ксюша, какая, или вернее, есть ли какие-то темы, которые табуированы для тебя в видео, что ты бы никогда не показала на всеобщее обозрение? Так, по поводу того, что я бы не показала на всеобщее обозрение. У меня все просят рум-тур по квартире. Вот почему-то это для меня слишком интимно. Я не готова квартиру показывать. У меня ничего здесь в квартире нету. Вот ничего. У меня нет какого-то там суперремонта, дизайна, чего-то там. Воробей прыгает по сетке оконной, поняли? Которая москитная. Ха, прикольно. У меня ничего в квартире интересного нет. Но почему-то, почему-то мне невероятно дискомфортно, когда меня просят показать квартиру. И вообще, как, не знаю, что-то я не готова. Я не знаю почему. Ну, как-то, знаете, я и так, как бы, да, всю жизнь тут вывернула наизнанку и все показала. И мне хочется, наверное, чтобы хотя бы мое жилье оставалось какой-то тайной. Не знаю, не знаю. Вот, наверное, это я не готова показывать. Табулированные темы, да. Религия. Мои религиозные воззрения. Что я вообще на эту тему думаю. Политика. Мои политические воззрения. И что я об этом думаю. Не хочу, потому что, во-первых, сейчас это очень нехорошо может отразиться на блогере. Да, моя рыбка. Ой, тут утюг, зайка, не подходи. Значит, нет... Ну, поздоровайся, ты же пришел. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Анна Папазян. Правильно? Да, да. Что она спрашивает? Привет, Ксюша и Илья. Вопросик. Привет, Аня. Привет. Читали ли вы в начале знакомства совместимость своих знаков зодиака? Верите ли вообще в гороскоп по дате рождения? Спасибо, люблю вас. Ай, мы вас любим. А ты читал про совместимость? А нет, не читал. Ну, именно при встрече с Ксюхой не читал. Но когда был юный глуп, читал гороскоп, дерево. И, в принципе, на тот момент знал уже, что дева сочетается с водолеем нормально. Да, ты уже знал. Я ничего не знала. Я не читала. Потому что когда в отношениях все нормально, ты не читаешь ничего такое. Когда все плохо, тогда и начинаешь запариваться. Я знаю по жизни, что я с водолеями, в принципе, дружу. Мама водолей. Козерогов я очень люблю. У кого еще? Ой, я как козерогов люблю. И ты козерогов любишь? Обожаю. То есть мне нравятся козероги. Единственное, с кем я? Со скорпионами я, по-моему, не очень. Я не то чтобы верю. Я верю, что знак зодиака накладывает определенные все равно на человека какие-то особенности, скажем так. Не знаю, вообще неправильно построила предложение. Давай следующий вопрос. Алина тихая, интересуется. Такой вопросик. Как Илья отнесся к твоей идее стать блогером и не хочет ли он заняться тем же, допустим, снимать какие-то лайфхаки? Это будет слышно? Я услышала. Вместе с Ку-Ку. Ку-Ку, ты нашлась. Иди прячься, иди прячься и долго-долго жди, пока мы тебя будем искать. Повторить? Я услышала вопрос, отвечай, это же тебе вопрос. Как ты отнесся? Я отнесся положительно к этой идее, потому что я знал, что Ксюха публичный человек. Ну, когда мы познакомились, уже я знал. Она мне рассказывала, что она выступает на сцене, и я присутствовал на мероприятиях. Я знал, что Данила, это прямо от души на будущее, что она найдет в свою аудиторию и будет перед кем выступать. И все такое. Значит, я отнесся положительно, я всячески поддерживал эту идею и по возможности спонсировал ее. Да, Илья мой спонсор. А спонсор сегодняшнего гладильного влога Илья? Я спонсор любого гладильного влога. Спонсор любого влога. Нет, я не об этом, что всегда, когда Ксюха гладит, значит, я где-то что-то уже помял. Ясно, ты, короче, меня без работы не оставишь. Да, да. А, я бы хотел снимать что-нибудь. Не, да, доча, доча, не надо камеру трогать. Ну, конечно же, хотел бы, это интересно. Принеси корову. А, камеру потащила. Ты бы хотел? Я же сказал, да, я бы хотел. Я бы хотел. Лайфхаки снимать, сливки шоу. Нашу луну будем... Но я не знаю, что снимать пока. Ну, у меня идей пока нет. Вот это интересно снимать. Пока нет идей. Не пугайтесь этого звука, Вероника скачет на корове. Аленка Любимова. Оленька, по-моему. А, Оленька. Оленька Любимова. Оленька, да. Оленька. Оленька Любимова. Привет, Ксю. Расскажи, как ты рассказала Илье про беременность и как он отреагировал. Ответ от Ильи. Значит, ребята, мы беременели недолго. Буквально на второй раз мы забеременели. То есть первый месяц мы просто числа пропустили. И на второй месяц мы уже забеременели. И мы как-то к этому готовились. Очень легко. Вероник, мы про тебя рассказываем. Купо говоря, я вышла из ванной комнаты с положительным тестом в руках. Дала Илье. Он сказал, о, ну хорошо. Вот абсолютно спокойно. Я ждала там, что он прослезится. Нет. Для меня просто это первый раз было, это не так было, как шокирующая какая-то радость. А просто вот какая-то шокирующая. Хочешь сказать, что у тебя больше нет детей на стороне? Пока нет. Что значит пока нет? У меня утюг в руках. Не надо. Нет и не будет на стороне. Интересный вопрос. Лена Павлова. Привет, Ксюша. Очень приветик. Вероника, помаши тети Лени Павловой. Очень интересно было бы знать, какое место в вашей семье занимают компьютерные игры. У нас с мужем это великая проблема. Уже четвертый год. World of Tanks. Ха-ха, танчики, Илюха, совпадение. Наверное, по значимости у мужа наравне со мной. Сейчас я расскажу, а потом у меня расскажу. Все это, вопрос закончился? Ну, тебе что я буду рассказывать? Значит, Илья играет в танки. Я их люто ненавижу. Вероника, пожалуйста. Мама сейчас эмоцию выдает. Я их люто ненавижу. Они мерзкие. И пока идет бой, а это 15 минут, Илья выпадает из жизни. Он не реагирует ни на кого и ни на что. Просто. Я ненавижу танчики, но я почему-то понимаю, что Илье это очень нравится. Поэтому я ему дарю мышку, коврик, наушники, чтобы ему было прикольно играть. С одной стороны, ненавижу. Хорошо, но я понимаю, почему ему это нравится. Потому что я тоже очень люблю играть в компьютерные игры. Да, ужас. У меня было одно время, когда я... Смотри, кофта от Виолетты. Ребята, кофта от Виолетты надевала раза 4. Виолетта Байманга. По тайной команде? Да, по тайной... По тайной дырке это, Илюша. Я тоже люблю компьютерные игры. Более того, у меня было время, когда я в одно приложение, в Одноклассниках, даже деньги, короче, тратила, играла. Настолько меня затягивало. Я скажу больше. Перед отъездом в роддом она тоже в нее играла. Да, прикиньте, нам в роддом ехать. У меня схватки, у меня воды отошли. А я сижу, простите, с полотенцем между ног и говорю, сейчас, Илюк, сейчас мне нужно потратить тут ходы, короче. Стараюсь минимизировать свое время. И если играть, то тогда, когда мое внимание, ну, можно минимально кому-либо. Но, как обычно, получается, только сядешь, вроде бы все спят. Или там Вероничка, Вероничка, стой, Вероничка спит. Ксюша занята своими делами, монтирует что-то. Я играю, но надо Вероничке проснуться. И, конечно же, Ксюха монтирует, просит, чтобы я побежал. А у меня, как назло, только там все загрузилось. Только тащить начал, а тут начал. Да, или да, надо тащить, а я один, там на меня вся надежда. Да, потому что все раканы, понимаешь, крабы своими клешнями по клавиатуре стучат. Да, они ногами, наверное, играют. Олени, да. Почему нельзя? Просто ногами играют люди, не знаю, а у Калюра хорошо слишком играет. Я поняла, ну давай, там еще, по-моему, есть вопросы. Продолжение следует...